Эта история началась со слепоглухого мальчика Лёши Федосова. В виде исключения его взяли учиться, и Россия узнала, что таким детям можно помочь. В 37 губерниях оказалось почти 800 слепоглухих. На собранные деньги удалось принять на воспитание первую группу из 14 детей. Но уже в 1917 году общество попечения о слепоглухонемых прекратило свое существование. Прошло 100 лет. И его дело продолжает фонд «Соединение». Почти все слепоглухие жители России, а их около 3600, получают адресную помощь, медицинские и юридические консультации, лекарства, необходимую для жизни технику, одежду и дисконтные карты сети X5. Треть страны охвачена досуговыми центрами и отделениями сообщества семей слепоглухих. Причем помощь получают не только наши подопечные, но и их близкие. Так наша программа «Передышка» для родственников слепоглухих тоже выходит в регионы. Фонд готовится к следующему шагу. Превратить своих подопечных и спассивных получателей помощи в гражданских активистов и соединить их в сеть всероссийского масштаба. После долгого перерыва стали появляться первые бакалавры, магистры, кандидаты наук по теме слепоглухоты. Прошли обучение более тысячи преподавателей. В планах появление учебника и онлайн-курса на его основе. Наши книги переводятся на иностранные языки и производят фурор. Не отстают и технологии. В конце года будет запущено производство отечественного кахлеарного импланта. Фонд помог наладить производство слухового аппарата «Багира-Про», отечественного брайлевского дисплея «Эль-Брайль» и смартфона для слепых «Эль-Смарт», заработал онлайн-сурдоперевод «Спик-Ас». Собран российский генетический материал по синдрому Ушера. Это позволит удешевить диагностику и даст старт клиническим исследованиям по генетической терапии. В Россию впервые приходят технологии глазного имплантирования, и фонд планирует усовершенствовать мировую практику реабилитации слепоглухих пациентов. Мы сделали очень многое для того, чтобы жизнь слепоглухих в России стала проще. Курсы для них начинают действовать не только в Москве. Работают сопровождающие в регионах. Мы активно внедряем новый для России код «Лорма». Развивается «Тихий дом». Экспериментальная альтернатива интернатам, которая сделает жизнь слепоглухих самостоятельной и свободной. И, конечно, для нас очень важно, чтобы слепоглухие люди не просто были обеспечены всем необходимым, но и могли реализовать себя творчески. Наша инклюзивная театральная школа открывает отделение по стране. Спектакли приглашают на гастроли, а прикасаемые превращаются в международный проект. Но главное, все, что мы делаем, помогает людям, лишенным способности видеть и слышать, по-настоящему почувствовать жизнь, наполненную яркими красками.